Дальше, второе упражнение делаем сразу, чтобы мы не отдыхаем. Важно максимально утомиться, чтобы получить развитие, то есть адаптивную ответ на нагрузку. Подтягиваем коленку к животу. Опять же, зафиксировали, опустили, расслабили. Давай. Раз. Все. Это один. Расслабился. Два. Расслабился. То есть здесь работают мышцы и связки, поднимающие бедро. Вы ее с большой вероятностью в тренировках не используете. И когда будете работать, вы очень выраженно почувствуете маленький треугольничек здесь, который поднимает ваше бедро вверх. Он имеет огромное значение. Когда есть какие-то травмы поясничного отдела или травмы бедра, то всегда организм начинает адаптироваться под травму. То есть он принимает такое положение, при котором воздействие компрессионного или ущемления, или компрессионное воздействие, оно минимальное. И начинается смещение калибровки. Вот таким движением, при котором у вас растягивается в конце сустав на связку, вы проводите очень мощную профилактику, а также лечение вот таких проблем. Но опять же, только если нет острой боли, только если есть дискомфорт, только если вы понимаете, что у вас есть перекос, и вы испытываете боли в пояснице, в бедренном суставе, да даже в колене. Вы должны понимать, что голеностоп, колено и бедро, это как и у машины, это амортизаторы. Если вы теряете где-то амортизацию, соответственно, то по всей оси будет адаптивное смещение. Поэтому такой работой вы прицельно прорабатываете всю амортизацию ног, которая вам, соответственно, необходима для того, чтобы вы чувствовали себя не только здоровым, но и развивались дальше, не имея проблем с суставом, не травмируясь. Да, и каждый раз, конечно, выдыхайте. Чтобы не нагружать голову, чтобы не создавать проблем с давлением, да, соответственно, вы должны всегда, при любом сокращении, мышцы, выдыхать. Если вы поработаете технически правильно и будете честны перед собой с точки на выполнение техники, не будете набирать повторы, а будете выполнять каждое движение отдельное полностью по растяжению, расслаблению, сокращению, да, и стабилизацию суставов вы почувствуете в эту мелкую мускулатуру, которая вам нужна. Подтягивая повыше максимально, старайтесь, чтобы у вас поясница не скруглялась, да, чтобы она была на месте. Таз был на месте и работал только сустав ноги. Вот, само бедро работало. Поэтому таз не подкручиваем, у вас точка натяжения, вот вектор колена, да, колено должно максимально подняться высоко, при том, чтобы не поднимался таз и не скручивался поясница. Опять же, эквивалентно вашим возможностям вес выбираете под себя, начните с маленького веса, два с половиной, пять килограмм, потом, когда будете делать три по тридцать или три по двадцать пять, тогда потихонечку добавляйте вес, там по килограмму, может сразу плитку, да, но делайте честно, делайте полноамплитудно, и когда вы поймете, что у вас мышца работает не в полной амплитуде, и вам тяжело, и вы начинаете ломать технику, это уже считает, что это отказ, то есть оно не имеет смысла. Технически нужно сделать всю сумму работы, весь объем работы технически правильным. Вот такой мы сделали первый комплекс, я предлагаю вам с него начать. Начните с него, когда вы тренируете ноги, или в отдельный день. Допустим, вы пришли делать кардиоработу и покачали пресс, поделайте, сделайте три по тридцать, сделайте два-три раза в неделю, в течение двух-трех недель, и вы поймете, насколько сильно у вас будет чувствоваться изменение в подбедренных суставах, в коленках. А если был дискомфорт, то, скорее всего, в основном он проходит. Субтитры подогнал «Симон»!